всем привет youtube привет решил опять немножко заняться ответами на вопросы значит вот его Зань спрашивает хотелось бы еще поподробнее заточки крючков а то крючков на дело как тащить правильно не знаю я тоже как тащить правильно не знаю я научную степень мы не имею все дело в том что я еще раз повторюсь вот я занимаюсь вот делаю да вот одна лампочка поближе 1 подальше то есть я вот опять надо вот так крутить другого боку с того боку смотришь вот что в итоге если нам надо поднимать большую вмятину какую-то полна которую мог бы сделать вот такая огранина естественно мы берем не вот такой острый крючок вот сниму его вот видно да на кончике острый вот а берем вот такую насадочку я сделал в себе вот и с мягким наконечником и бывает этого недостаточно бывает что приходится брать вот такую насадочку которая вот эти еще поширше бывает и еще что-то да вот иногда вот такой пользуюсь вот тут на она вот такая вот там шарик и он вот он на магнитике он очень хорошо клеится когда надо что-то большое поднять опять же ну тогда это я занимаюсь работаю не клеем а еще раз все эти заточки все это дело ножи по е вот есть как бы вариант ножевидные так называют крючки вот такие они достаточно тонкие острые тоже сам здесь ну вот хренатень вот эти вот все крючочки для того чтобы лазить капотах допустим где-то вот залазишь вот так дрыни пошел опять же залез вот такую же штучку дрыни пошел или там вот сюда и вот она нашел им там можно ковырянить бывает с двумя загибами и так далее бывают с одним загибом то есть это все эти крючки тут не хвалиться не не подсматривать нечем я допустим вот у меня есть здесь отверстие мне надо долезть там вот ответ здесь есть снизу допустим мне надо долезть сюда не помогает значит как надо согнуть крючок с каким загибом чтоб достать там допустим вот здесь у меня вот я и думаю либо так либо так либо так ну или еще по-другому в крайнем случае мы берем сверлим там допустим сверлышком отверстие и лазим и ковыряем либо так либо так то есть вот и вся схема то есть когда вмятина у нас большая обшаем и естественно и насадку выбираем папки помягче и потихонечку поднимаем когда уже надо какие-то там микроскопические еле видимые дорабатывать вмятинки там или даже не вмятинки там остальные вмятины вот я в ковыряюсь капоте вот то естественно окончание инстанта более острая вот более острая и более мелкая и зена она поднимает поехали дальше дальше подскажи по молоточкам и насадки где заказывал насадки позвал в этом гараже у меня есть токарный станок кто не знал объясняю чтобы у вас был токарный станок берете дрель зажимаете тиска и вот уже у вас что-то подобие токарного станка берется болгарка показывал практически вот это вот все сделано на глаз вот вот это заводскую не сна вот потом чего сначала лишь стачиваешь нарезаешь резьбу вот и вперед либо потом наоборот зажимаешь этой частью наряжать все это делается потом полируется шлифуется и можно пользоваться большинство этих насадок вот вот это заводская покупная сто вот этого всего я изгалялся делал сам не все они пригодились поскольку я экспериментировал но двор моя одна из любимых насадок это по моему с головки с жигулевской там такая есть вот чуть здесь под шарик здесь более плоская сфера люблю им работать вот какого хлама который валялся из него вот как бы все это сделано вот эти из нержавейки я делал крючки из нержавеющей стали оставались обрезки и огрызки я из этих огрызков и обрезков точил все это день и в принципе все это пригодилось когда-то в момент вот что касается молотков ну вот молотки вот частично покупалась частично допустим ручки вот такие молоточки вот это вот это вот делал сам сюда работаем и потихо осваиваю вот карпоинтовский молоточек недорогой осаживаем это женя делает днепродент украина тоже хороший отличный молоточек вот вот это наша в туз я бы сказал что молоточек может и хороший но насадки и мне попались но их хорошим и не назовешь вот одна попытаюсь навести буквально немножко времени немножко времени прошло и зеркало настал капец все побилось поколотилась и я пытался полировать шлифовать чуть ударишь идут насечки такие на нем ну это просто такая стали ничего с ней не сделаешь просто это скажем зря выкинутые деньги потому что но им работать невозможно насечки остаются на металле и такие же нас остаются на лакокраске ну зачем такая работа вот и все собственно я вроде все показал рассказал о молотком это отдельная может быть тема по крючкам вот у меня есть и такие вот крючочки по полтора метра которые можно залезть чуть ли не до порога через задний фонар вообще конечно люблю вот такую ножевидной форме он похож как коготь чего-то видно окончание очень острая любые крючки острые то же самое мы видим да все довольно таки это как бы крючки не крючки тому как я их называю ковырялки я ими ковыряю вмятины вот так же есть и такие вот опять же повторюсь вертежей ничего я не могу смотрите на сайтах производителей вот это делалось как бы по необходимости вот этот не помню что-то делал вот сочинил где-то попались мне шариками вот такие подвесики да вот на окончании подвесов шарики я сочинил что так мне будет удобно попробовал один сделал нормально вот они немножко разного диаметра и немножко разной длины вот эти крючочки то есть все что вы тут не видите все это в основном в большинстве самопал вот то есть это все делает надо что-то куда-то добраться мне долезть я думаю что у меня и если нет я беру это изготовляю все вот эти ковыряю очки вы уже видеть ни один и два эпизода все они делаются кто-то есть и такие вот скажем тупые есть и острые делается по необходимости это уже говорил с низкой загибами вот такие крючочки когда залазь до далеко и потом им пьется работает на скручивание есть ответил на ваши вопросы если не ответил жену пишите как на что вы хотите так сказать услышит вот так что как закрывать правильно как вам удобно работать так и правильно затачивать до случае извините острым крючком делать большую поверхность это очень обременительно и очень тяжело или опять же вот таким наконечником даться там что-то сделать какую-то очень мелкую какой-то мелкий изъян сделать это нереально поэтому каждому ремонту каждому как бы от начала до конца соответствует различный инструмент различные на сначала начинаем скажем так ступых и уже к финишу более 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 острый но условно вот я люблю работать острым вот ну опять же наколов не наблюдается соблюдая осторожность можно вполне успешно работать такими камерами острыми но это кому как вполне возможно у меня как бы уже во двое зрение не такое острое поэтому я вижу острый круг лучше где у него окончание находится вот поэтому мне нравится вот эти такими крючками в основном конечно ребята я вот замечаю молодежь работает там там 25 30 35 под 40 лет вот у кого идеальное зрение они наоборот очень часто вот палом не товарищ недавно крючок сделан как вы сами можете видеть из чего да это сделано таровой опорой из какого-то и пушки по моему вот так он даже вот на этот шарик умудрялся значит для чего-то наверное чтобы он мягче работал брать и подмотку подматывать я работаю без мотки вполне возможно что я не прав что так правильно делать что надо подматывать окончание инструмента так будет лучше и ну не знаю вот здесь у меня такие как бы тоже крючки опять же и все это как вы можете видеть все это достаточно достаточно острое ну люблю я острым работать что поделаешь все такое вот любимый тоже мой крючок он уже золотой золотой смысле сколько он поделал вмятин ему уже обе надо медаль дать то же самое вот делал когда-то я крышу на матизе по моему в неудобном месте и вот наделал вот таких крючков четыре штуки это наверно уже горели четыре назад они уже бедолазки тут поржавели слегка вот ну и вот такие вот вещи как бы на заготовке лежат надо будет я взял с него что-то согнул то есть тут не только инструмент но и как бы заготовки это вот лежит все под рукой также и вот это вот это не крючок это заготовка и вот это тоже не крючок это заготовочка под что-то понадобится вот тоже самое я что-нибудь с нее попытаюсь сделать ну и тут много всякого разного хлама вот который иногда меня выручает так что вот на головой самое главное скажу вот что лень двигатель прогресс вот ленивый человек что-то начинает придумывать чтобы ускорить работу чтобы улучшить качество работ вот но это шутка в каждой шутке есть половина серьеза так вот вот такой вот ответ пространный вьет а вьет и вот показываю на тех кто не видел акфикс турецкий клей вот такая его коробочка как бы набрал вот столько мне надо вот и потихоньку работу мышь одно время вот тут недавно с турцией не особо дружили у меня как вы видите рядом еще есть там загажники есть еще раза в четыре на больше так что я думаю уже мы с турции опять вось восьду все будет нормально опас иметь конечно же надо всего и клей и еще чего-то там тех же грибочков сломался потерялся надо хотя бы что подвешивать каждого фасона было ну вроде как все я рассказал что у меня спрашивают если кому-то что-то непонятно но задавайте более конкретного все всем спасибо за внимание пока пока